Уважаемые жители Калмыкия, дорогие земляки, Кюнта и Урмют! Остается все меньше времени до наступления Нового года. Очень скоро 2020-й уйдет в историю. Для Калмыкии, для России, да и для всего мира это был год тяжелых испытаний, в которых, к сожалению, мы понесли потери. Хочу выразить соболезнования тем семьям, кто потерял своих близких в борьбе с COVID-19. Мы скорбим вместе с вами. 2020 год дал примеры настоящего гражданского героизма. Трудности сплотили нас, и нам удалось выстоять, не потерять контроль над ситуацией. Более того, у нас есть и достижения, о которых важно и нужно говорить. Ключевым событием года для Калмыкии стала индивидуальная программа социально-экономического развития, принятая правительством России. Благодаря программе за пять лет республика получит 5 миллиардов рублей. Для реализации инвестиционных проектов созданы фонд развития Калмыкии и фонд развития промышленности, которые уже начали свою работу. Уже в 2020 году в рамках индивидуальной программы мы успели обновить парк техники для жилищно-коммунального хозяйства республики. А в Элисте осуществили замену устаревших лифтов. В рамках программы в этом году мы приступили к разработке проектов двух крупных медицинских учреждений. Госпиталя ветеранов-воин с центром гириатрии и онкологического корпуса республиканской больницы. В течение года на борьбу с пандемией мы перераспределили более 1 миллиарда рублей. Тем не менее, мы не допустили срыва ключевых мероприятий и социальных обязательств. Благодаря успешной реализации национальных проектов положительные изменения произошли во всех сферах жизни нашей республики. Меры поддержки в социальной сфере в этом году стали беспрецедентными. Помимо федеральных, Калмыкия реализовала и собственные инициативы, полностью профинансированные за счет республиканского бюджета. Были осуществлены выплаты малоимущим семьям на каждого ребенка в возрасте от 8 до 18 лет, а также безработным гражданам, многодетным семьям на детей и школьников. Единовременная выплата была сделана также студентам республиканских колледжей. Благодаря вовремя принятым мерам поддержки экономики, нам удалось сохранить тенденцию роста доходов республиканского бюджета. Причем темпы роста доходов увеличились почти в 5 раз. Уходящий год мы, безусловно, должны посвятить нашим медикам, которые с первых дней пандемии совершают подвиги в борьбе за жизни людей. За год в Калмыкии принято много важных и срочных мер для развития медицины. Но, конечно, потребность в новой инфраструктуре, отвечающей сегодняшним реалиям, остается высокой. В декабре Министерство здравоохранения России приняло программу модернизации первичного звена здравоохранения Калмыкия. Это позволит в течение пяти лет комплексно улучшить поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории и районные больницы. Уходящий год стал сложным и для главной отрасли нашей республики – сельского хозяйства. Мы смогли получить поддержку из федерального центра, однако это не меняет главного. Экстенсивный путь развития сельского хозяйства в Калмыкии полностью себя исчерпал. Это необходимо признать. И прежде всего нужно перестраивать работу крупных государственных хозяйств. Для этого нужна централизация управления. Это позволит предприятиям стать более конкурентоспособными, аккумулировать дополнительные ресурсы для вложений в организацию переработки продукции, тем самым увеличивая добавленную стоимость. Говоря о планах на будущий год, необходимо сказать о воде. В 2019 году в результате инвентаризации объектов водоснабжения Калмыкии вместе с коллегами из федерального центра мы установили, что не 72,6, как считалось ранее, а только 7% жителей нашей республики централизованно получают качественную питьевую воду. Предстоит огромная работа, которая требует значительно больше ресурсов, чем было запланировано. В течение 2020 года мы занимались разработкой проектов, что позволило уточнить наши потребности и начать привлекать дополнительные средства. В результате качественно сделали более 30 проектов по строительству объектов водоподготовки, часть из которых реализуем уже в 2021 году. В будущем году также сможем увеличить темпы развития транспортно-логистического комплекса. Вложим больше средств и отремонтируем в полтора раза больше дорог. В 2021 году Калмыкия впервые будет участвовать в программе «Стимул», направленной на ускорение темпов жилищного строительства. Благодаря поддержке Минстроя России, республика впервые получит из федерального бюджета 179 миллионов рублей на строительство инженерных сетей. Эта программа также поможет быстрее обеспечить новым жильем и листинцев, пострадавших в результате хлопка газа в доме номер 15 во втором микрорайоне. Вспоминая уходящий год, не могу не коснуться и годовщин исторических событий, имеющих особое значение для всех нас. Все вместе мы отдали дань памяти 75-летию Великой Победы. В честь этого в Элисте впервые прошел парад. Завершающийся год особенно символичен для нашей республики. Пандемия не смогла помешать нам достойно отметить столетие образования калмыцкой автономии, 155-летие города Элисты, 580-летие эпоса «Джанкар». В этом году наша республика твердо проголосовала за поправки в Конституцию России. Принятые нормы уже притворяются в жизнь. И у нас, как и у всех других регионов, появляется больше инструментов для сохранения культуры, экологии, развития социальной сферы, экономики и государственного управления. Мы также провели выборы в органы местного самоуправления во всех районах Калмыкия. Поддержку наших жителей получили люди, которые умеют и хотят работать на результат. Уделили внимание душе нашего народа, родному языку. В выходящем году мы перезапустили работу Совета, занимающегося этим вопросом. В будущем году запустим новые проекты. Особое внимание обратим на образовательные программы и вовлечение молодежи. Отдельно хочу отметить значимость ярких и запоминающихся акций по продвижению калмыцкого языка в социальных сетях, которых становится все больше. Мы продолжим работу и по внедрению передовых цифровых технологий. Это позволит более комфортно и эффективно жителям республики доносить свои запросы до государства. Благодарю всех, кто следит за новостями, оставляет вопросы и комментарии. При этом отмечу, повышение открытости органов власти и общества означает и дополнительную ответственность. Каждый из нас должен очень внимательно относиться к получаемой информации. Земляки, это был непростой год, но давайте скажем ему спасибо. Впереди новое десятилетие и новое столетие в истории нашей республики. Пусть добрые цели и надежды, которые объединяют нас, реализуются и помогут сделать жизнь в Калмыкии лучше. Дорогие земляки, поздравляю вас с наступлением нового 2021 года. Желаю вам крепкого здоровья, тепла семейного очага и исполнения всех желаний. С Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин